Всем привет! В Гринхелл вышло новое обновление под названием Духи Амазонии. И в этом обновлении довольно большие изменения для игры. О самых важных изменениях я сегодня и расскажу. Это первая часть обновления, то есть оно будет выходить по частям и вроде как следующую ждём весной. Но давайте по порядку. Начнём мы с самой интересной части обновления. Новая сюжетная ветка, которая расскажет нам о том, что было до событий главной сюжетной ветки. И обещает быть куда интереснее, чем основная ветка. Проходить вы её можете как по сети с друзьями, так и в одиночку. Для этого выберите режим и нажмите на Духи Амазонии. Кстати, что интересно, максимальная сложность здесь джунгли зовут. Зелёный ад недоступен. Может оно и к лучшему. Итак, начинается новая сюжетная ветка с того, что мы плывём на лодке по джунглям и нас обстреливают из лука в племя Вараха. Но вы их знаете. Нас спасает старейшина племени Ябахака и мы остаёмся в живых, после чего спавнимся в определённой точке и ищем деревню, где и находится этот старейшина. И теперь мы должны завоевать доверие деревне. Джейку это нужно, так как ему нужна помощь с Мией. Что именно за помощь не буду рассказывать, так как я думаю это всё-таки спойлер. Если вы проходили основную сюжетную часть, то вы знаете, что в этих джунглях существует два племени. Это Вараха, вот эти местные разукрашенные, агрессивно настроенные рэперы, и Ябахака, мирное племя. К ним и отправилась Мия в основе. Их мы могли видеть только когда выпивали их волшебной кисели персонажа Штырила. Теперь же они существуют как NPC в игре, и разработчики наконец нас услышали и мы можем с ними взаимодействовать. Однако пока взаимодействия с ними очень мало. Разработчики придумали несколько путей, как получить доверие. Первое. Хранить членов племени Ябахака путём их сжигания на костре. Вы можете найти их висящими на деревьях. Снимаем их, готовим костёр и сжигаем. Такой обряд у них. И нет, мясо вы не сможете на нём пожарить. За это вы получите 20 очков доверия. Кстати, то, сколько доверия вы заработали, можно посмотреть в записной книжке. Второе. Это поиск пропавших детей. Когда вы будете к ним подходить, они начнут от вас убегать. Ваша задача схватить ребёнка и донести до деревни. Ребёнок может как орать истошно вам на ухо, так и просто угорать с происходящего. Кстати, чтобы его не тащить, вы можете его поднимать и задавать ему нужное направление, и отпускать. Он будет пытаться от вас убежать. А вы просто следуете по нужному маршруту, иногда корректируя курс побега. Третье. Это спасение пленных. Дело в том, что Ябахаки и Варахи не дружат друг с другом. И в принципе, причина того, что деревня пустая – Варахи. Они взяли в плен нескольких аборигенов, и нам нужно их вызволить. Собственно, ищем лагерь, ломаем дверь и выпускаем пленного. За это мы получим 30 очков доверия. И далеко не отходим. Ломаем базу этих голозадых недругов. Нужно сломать дома и тотемы. За большой лагерь получаем 40 очков доверия. За маленький лагерь 5 очков доверия. Следующее, как мы можем получить очки доверия – это вылечить аборигена. Опять же, исследуя местность, вы можете наткнуться на Ябахака, который ранен. У него может быть отравленная рана, может быть температура. Также он может хотеть пить. Собственно, чтобы его вылечить, нам нужно будет его напоить, наложить ему повязку и накормить супчиком. Но опять же, это может быть все одновременно, а может быть вам повезет и будет только одна рана. А это уже повод пересмотреть мой гайд «Как лечить травмы, болезни и инфекции». Так что запасайтесь повязками. Ну и последнее – это изучение легенд, которые изображены вот на таких камнях. И разгадка этих легенд. Дело в том, что по карте раскиданы вот такие камни. На них написаны различные загадки к легендам. Например, есть легенда «Воющий дух». Эта легенда записана на семи камнях. После того, как вы обнаружите все камни этой легенды, вы получите задание. Я, например, смог найти все камни легенды «Воющий дух» и получил задание разделаться со злым духом из легенды. На карте появляется вот такой знак вопроса. Идем к этому знаку вопроса, ищем этого духа. Да, это велосипед. И, собственно, разделываемся с ним. После этого идем в деревню к старейшине, хвастаемся ему достижениями и получаем сто очков доверия. Это самый высокий показатель среди всех способов. Конечно же, легенда несколько. Кстати, ожидайте в скором времени гайд по координатам всех камней, раненых аборигенов, детей и так далее. По мере того, как мы помогаем деревне, мы можем наблюдать, как она оживает. Кто-то сидит и готовит еду. Кто-то спит. В общем, разработчики добавили, так сказать, жизнь в Гринхелл. После того, как мы набрали 800 очков доверия, идем в деревню, общаемся со старейшиной и далее вы сами все узнаете. В общем-то, на этом и заканчивается взаимодействие с аборигенами в Гринхелл. По крайней мере, пока что. Переходим к следующей теме. Новая локация. Собственно, новую сюжетную ветку мы и начинаем на новой локации. Поэтому в этой локации можно найти все то, что я перечислил ранее. Также огромное количество пещер. А соответственно, и скорпионов с пауками, они там на каждом шагу. Мы можем найти лодку, на которой и приплыли. На лодке находим еду в банках, обезболивающее, руководство по выживанию. Кстати, после этого нам достаточно много построек добавится в записную книжку. Даже сборщик воды. А также вот этого Педро, который нас сюда привез. Его тоже мы можем сжечь. Чуть дальше по этим координатам мы можем обнаружить здоровый пароход. Обыскав его, в таких ящиках можно найти обсидиановые камни в большом количестве, железо, стрелы и самое главное, карту новой локации. Она будет лежать в ящике на самом верху. И я подготовил для вас маленький гайд, как до нее добраться. Внимание на экран. Сначала ныряем. Далее плывем либо вправо, либо влево, это не играет роли. И движемся на другой конец парохода. Тут спрыгиваем вниз, проходим и опять ныряем. Плывем до этой лестницы и забираемся. Далее поднимаемся еще раз по лестнице. Оборачиваемся и видим вот такие ящики. По ним запрыгиваем наверх. Подходим к ящику и забираем карту. Важно отметить, что эта локация доступна и в режиме выживания. И попасть сюда легче простого. Нам понадобится только крюк-кошка. Поэтому идем к джипу и забираем крюк-кошку. Далее идем к лям-де-2. Координаты на экране. Забираемся. И идем к этим камням. И поворачиваем направо. Идите вдоль скал и посматривайте наверх. Вы увидите залаз. Собственно забираетесь. Проходите чуть дальше и вы уже в новой локации. Но в режиме выживания племя Ебахака вы не встретите. На месте деревни тут просто пусто. Ну и последнее. Расскажу про другие, не столь глобальные изменения. Во-первых, черный кайман более не убивает вас с первого раза. Даже на сложности зеленый ад. Ему потребуется минимум 2 удара. Но и мы больше не можем убить каймана с первой же стрелы. Также добавили новый гриб, который помогает при лихорадке. Однако при его употреблении в сыром видео он отнимет у вас 15 единиц воды. Он довольно быстро сохнет. И если вы съедите его в сушеном виде, он отнимет 40 единиц воды. Абригены наконец-то могут переходить через такие маленькие ручейки. Ну и добавили вот такое ядовитое дерево с шипами. Если вы начнете рубить такое дерево, то оно оставит вам ядовитую рану. Но от этого можно защититься. Носите броню или не рубите это дерево. В принципе это самые важные изменения и добавления в данном обновлении. В скором времени ожидайте гайд по этому обновлению. Также хочу напомнить, что у нас есть дискорд-сервер, где мы общаемся и радуемся новым обновлениям в Гринхелл. И группа ВКонтакте. Ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось это видео и вы подписались на канал. Всем спасибо, пока и совсем скоро увидимся!